Новые обвинения в адрес правительства. Столичный градоначальник утверждает, что власти хотят обанкротить муниципальное предприятие «Эксдрупа». Причиной громких высказываний стали расследования, инициированные Советом под конкуренцией. Дело в том, что в течение трех лет коммунальному предприятию выделялись деньги на работы без проведения открытого конкурса, предусмотренного законодательством. Пока ситуация не прояснится, водителям ежедневно приходится объезжать выбоины и ямы, а ремонт дорожного полотна временно могут отложить. На улице археолога Иона Кассиана Суручану глубокая яма прямо посреди дороги. Более того, при выезде на Гренобль объехать ее практически невозможно. Местный житель возмущается отручающей ситуации, а одна из них рассказала нам, что новый асфальт здесь залили в 2016 году. Было вообще провалилось. Машины не могли ехать. И вот они сделали, но, видимо, не совсем качественно, не заполнили. Абсолютно везде ямы. Видно невооруженным глазом. Это своего рода карусель по городу. Еще одна разбитая улица прямо в центре города. На Богдана Петричейку Хашдеу всегда затрудненный трафик и пробки. Причина та же – ямы и выбоины. В некоторых местах асфальт разрушен, поэтому можно увидеть старое покрытие. Выглядит, конечно, некрасиво. Я заехала сюда месяц назад. И на улице Костюжейн тоже образовались ямы. Чтобы не попасть в просаг, водители вынуждены их объезжать. Ям очень много. Но я думаю, что многие из них появились после зимы, как растаял снег. Важно, чтобы ремонтировали качественно. Если бы так делали, дороги служили бы гораздо дольше. Во дворах хоть начали делать что-то, площадки асфальтировать. Правда, не быстро, но... Попадали в ямы? Когда руль не крутится, он клинет иногда и... Мэр города Йон Чабан всю вину возлагает на центральные власти. В частности, совет по конкуренции запросил у мэрии разъяснение, почему именно муниципальные предприятия «Эксдруппа» занимаются инфраструктурной работой в Кишиневе, а не другой экономический агент. Градоначальник оправдывается тем, что именно эта компания работает по самой низкой цене. Право проводить эти работы будет отдано компаниям, которые находятся в ведении правительства. Думаю, что у них есть экономические агенты, которые хотят выиграть эти тендеры, и они попытаются на нас надавить. Если мы в итоге затянем ремонт дорог и давление на «Эксдруппа» продолжится, то вся вина будет на руководство страны. Кроме как помешать нам, они больше ни на что не способны. По мнению мэра, таким образом изымаются деньги из городского бюджета. Как сообщили нам в Совете по конкуренции, с 2018 года деньги на ремонт дорог перечислялись на счета «Эксдруппа» без проведения тендера. И именно это вызывает большие вопросы. Таким образом, эта фирма получила преимущество перед другими конкурирующими компаниями. Сейчас Совет по конкуренции изучает случай, после чего огласит свое решение.